Обычно Койква затащил катку, верно? Не, не Тинкер, а Койква. Потому что если сидит криворукий инвалид, он обычно не может затащить на Тинкере. Чувак, ты не смотри на нашу предыдущую катку. У тебя вообще не было таких предположений. Я не буду, конечно, тыкать пальцем, потому что у меня нет пальца. Потому что мы с тобой уже вот дотыкались. Дотыкались. Ну что, минус пак будет или нет? Не, минус Бэтрайдер. Оставьте Тинкера в покое. Так, да, у нас Бэтрайдер пока убрали. И исключат, кого Альянс хотят исключить. На ком они не хотят видеть АССС, а будет ли там бан Инвокера какой-нибудь. Не знаю, хотя... Не, ну в принципе, под Шедоу Шамана Инвокер еще более-менее заходит с отстрайком каким-нибудь. Вот почему-то мне кажется, что Бёрнингову лучше брать Тернежевого героя. Не, ну у Вэда есть преимущество. Ты ставишь хроносферу, и ты быстро внутри бегаешь. То есть у Свена такой фигни не было. У него был Варкрай. Ну... Ну тролль Свен у нас был, да. Она не победила, эта катка. Она не победила по одной простой причине. Бёрнингу говорят, иди бей. А у него ножек нет, он не может идти и бить. Понимаешь, у него нет даггера, у него нет фейзов, у него ничего нет. То есть, понимаешь, там 4 милишника и Шедоу Шаман. Тускар ставит шарды, и Бёрнинг вот так вот-вот-вот оббегает эти шарды. И просто 4 милишника. На кого-то нападают, и вот эта толкучка, и Бёрнинг сзади, и типа... Я только спроси. Ну, ну смотри, они уже парни грамм, да. Да, ну, что-то там спецпай, а... То есть, если он выиграет, то мы лишним, как это сделать, и сделать! Собласт? Да, стоишь за. И еще, и что-то мой самый любимый. Мой самый любимый. А, Бёрнинг на Вивере мой самый любимый, не будем забывать. 5 секунд у них пока еще не понятно. Ну, скорее всего, Бёрнинг на Вивере будет играть. Да, ну, этого цена не было давно. Я думаю, сейчас Горнинг посмотрит на героя. Мы так подумаем, так я прыгаю, так танцы реважируют. Этот кидает пул, а тот же будет делать демедж. Так, как сказать, ты играешь на ЛАЙТЕА, а я найду себе. Да, ну вот, в общем, краткая аналитика от ЛАСТА, это то, как происходит стадия пикабанов у команды ДК. Ну, в общем, раньше такая аналитика была у всех подписканалов, 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 все медники... ...выбеды, тропы, один атак, и... Пробирались по головам, просто по головам шли. Своих тиммейтов получали... Пятюню. И котел остается! Давай, котла, исполни наше желание в последней катке! Я сегодня с утра молился на неё, с утра, понимаешь? Просто говорит, будет Death Profit, будет Death Profit. Там, понимаешь, там была Раста, Инча, и пацаны собирались пушить, и у них не было мидера, я говорю, должен быть Death Profit. Я ещё пугна была, да, я говорю, Death Profit. Death Profit. Что? Задувать, естественно. Задувать, выслишь? Зачем? Дмитрий. ... 10 секунд в последний день. Может быть, котловом просил? Это котловом просил, но... 5 секунд в последний день. ... 5 секунд в последний день. Только Бёрдинг не бьёт табра. Потому что он Бёрдинги. Время! Ну, ладно, шутки шутками, а все видели прошлую игру, все видели, где были конкретные косяки, их, возможно, было больше, чем один Бёрнинг, может быть, там ещё кто-то лажал. Ну, Чуань зацарил на Рубике, как обычно, это, в принципе, неоспоримый факт. Earthshaker у Alliance, он вроде бы второй раз за сегодня у нас появляется. Да, EGM вроде бы играл. Давай, Инча или Чен? Инча или Чен? Или Пугна? Come here. Come on. Не, а Пугну тогда что? Ну, если Войт в сложную, тогда можно поставить Пугну. Войт в сложную, Пугна, изи фармит. Дикей, погнали. Мы, кстати, это обсуждали только со Свеном. Со Свеном, да. Мы кинули Свена. То есть, видите, у нас вот на одной волне, Дмитрий, так что... Не, ну у них и Ланэм когда-то вроде бы пикал. Так, Джиггернаут, воспринимает. Лост, ну иди, это Ваша Аура, Нави. Шадо Шаман, Джиггернаут? Это гениально, это гениально. Вообще, кто может заселить Войта в куполе? Ну вот, я же говорю, у нас в прошлой игре было такое же. Тускар ставит шарды и четыре милишника бегают вокруг хороводы водят. Типо, ну где логика? Ну ладно, посмотрим, может сейчас будет что-то другое. Я не знаю, что тут может быть, ну ладно. Или он с аганимом. Ты же отказываешься от котла. Я, нет, я от котла никогда не отказываюсь. Минус инчат, ты понимаешь? Они что-то знают, а Лайнс что-то догадываются. Так, погоди, у нас кого получается не хватает? Не хватает второй... Саппорт. Вич-доктор! Да саппорт нужен, нормальный. Ну, то есть Вич-доктор тебе не нравится? Нет. Вот, свой дом, во-первых, во-вторых, у него еще есть хилл. Вот, Бернинг будет фармить на Джиггернауте. Сейчас посмотрим. Я тебе говорю, смотри. Чен. Чен или Пугна. Ты знаешь, у меня... Дима, ты прекрасно понимаешь вообще, о чем у нас идет. Когда-то против него, да? С тех пор ничего не поменялось, я так понимаю, да? Да. Ну, и последний пик для Альянса, я так понимаю, у нас S4 на «Разоре». Ну, собственно, герой для Лода у нас остался. И это... Смысли, Лода может спокойно на «Разоре» поиграть? Та-та-та-та-а-м... Он же играл, помню, яснейший вовс. Та-та-та-там. Не, вообще понимаешь? Вот посмотри на этот пик и посмотри на последний бан. То есть ДК понимает, что Альянс могут вообще все что угодно сделать. 5 секунд остались. Вот. Я ж о чём говорю, что... Адмирал Кунко у нас появляется. Ты в мид? Ну, это, скорее всего, лезь 4 в мид. Кунко, да, и разор... Ну, лода, скорее всего, лода. Да, войду будет сложно. Так, ну и вот он. Последний пик. Я не знаю, что они тут до сих пор думают. Я вот сижу, как лайк-босс, я знаю, что он боялся. Либо пугна, либо чен. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Нифига себе, фиссура, крест. Не, ну БКБ, вторжен. Первый марта в БКБ, да. А это просто БКБ, и всё. Резерв time. Ну, там даггеры, там такое. Он умер, потом БКБ разорвался. Ну, если 5 БКБ, а лучше не давать силу, бру. Я опять уловил мысль. 5 БКБ минус 5. Да, 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 всё верно. Всё верно. Он всегда один только был. Вот в чём крылась вообще. Причина всех поражений, причина всех бед. Один БКБ. Айсфрок, пожалуйста. Не, ну, она может зайти, тем более, и вышки она, в принципе, толкает неплохо. Вайпер. Почти инигма. Я вообще не понимаю, что происходит. Я даже не знаю, кому она ближе. Энигма или пугни. Не, понимаешь, прикол в чём? Прикол в том, что тут у нас, скорее всего, будет кунка без ножек. В смысле? В этом его проблема. Потому что, ну, милишный керри обычно... Я его делаю кинуть крест, торрент и корабль. Я вообще слышал, что... Не, ну понятно, что крест, корабль, там, бла-бла-бла, но бегать он как будет в бою? Мне опять очень нравится пик онлайн с тем, что у них нет нифига сильного керри. Опять нет. Вот я понимаю, что я, может, опять вот из мораль начинаю сначала, с самого начала толкать. Но, но, но. Но, опять разор. Вместо нормального, сильного герокоптера, лайфстилера, кого угодно. В принципе, кого угодно. Опять разор. Там есть Войт, Джиггернаут и даже Профетка. С вайпером смотрится сильнее. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-ех! Базар! Базар! Чувак! Чувак! Нет, блин, шутки шутками, а ведь ты действительно прав, что команды, некоторые, не все, но некоторые отказались от концепции одного мощного керри-героя. И как, ну даже не одного, а двух, например, мощных керри-героев. Кунка в мид это окей, это еще нормальная тема. Вот этот Разор, керирующий Которого укатает любой Вообще из команды ДК Тут вообще у Войда что-то с лицом Случилось, у него есть Элдер Таймбрейкер Даже Тентакуляр Таймлорд Триумфант Таймлорд Я не знаю, что у него, я же говорю, с лицом У него что-то поплохело, видимо, товарищи И вот у Вайпера Какая-то челюсть защемила Видимо, щемление у Вайпера Тут все сидят, смайлики Показывай, может, у меня написать какой-то смайлик Слушай, ты умеешь? Тут же есть кнопки со смайликами Грустный Дэйд Профит Где-где-где-где-где Не-не-не-не Кто у нас был в предыдущей? Грустный Свен Грустного Свена, к сожалению, нет Будет после этой игры Добавит ей после этой игры Добавит, без ножек Они все без ножек, ну? Так Что тут у нас? У нас пока ничего не ясно Что у нас в чатике пишут? Я не буду это читать Деваш Матат Драйфер, вот это все Не, это ладно Это не самое грубое Не обязательно про тебя Мне сказали, что нежелательно Матам ругаться на Интернашнл Я тоже слышал подобную инфу Я, конечно, считаю, что это миф Но поверю на слово Так уж и быть Чем черт не шутит? Друг действительно правый Все, погнали Кто у нас в таком играет? Команда Альянс Лода, Разор Акки, Скайрос Мейдж Адмирал Бульдог, Тайдхантер С4 на Кунке И ЕГМ на Эртс Шейкере Команда Дикей Муши На Дэс Профит Вот в этом платьице Из компендиума Ланэм на Джагганауте С Файербор на даче Точно ММА Шадоу Шаман Сейчас все-таки Не сказал, в чем он Берник на Вайпере И Айсайсайз на Войде Вот ты все верно Кстати, Ластевич-то угадал Говорит, слушай, там такие герои хреновые Айсайсайз, давай-ка ты покатаешь на Войде Так я тебе сразу сказал, что он на Джаггернауте будет Смотри, 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 что тут происходит Смотри, 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 смотри Гаш, в лицо дашь? Не дашь Просто зайди в лес Вот так вот Муши выходят и его видят Такие, ага, новую нычку спалили Все понятно Так, погнали Что у нас у Альянсов? Альянсов, видимо, лода остается в оффлейне Вместе, я так понимаю, с Аки и ЕГМом Да, они тут будут стоять С4 в мид И Адмирал Бульдог будет спокойненько против Айда В общем, Ласт нам пришел До игры Рассказал все расклады И ушел Спойлеры Дмитрий Все, больше не будем его пускать к нам в студию А то нам потом неинтересно Закройся Да Я смотри, собирая дверь Ты сейчас подумаешь, что ты обидишься Так, ну и что у нас там? Тайтхантер контролирует пока что руну дабл дэмэджа Вот сейчас с ДД еще будет очень неприятно А не, там Вайпер все-таки отправился на топ Да, Вайпер отправляется на топ А Айсайсайс ходит на нижнюю линию Так что все Дмитрий ничего не угадал Ну ахахаха Мы с тобой опять самые жесткие Как все начиналось, так все и закончилось Ну и получается у нас 2-1-2 линии Бернинг вместе с ММА Очень хорошо должны объяснять Адмиралу Бульдогу Его неправоту Тут Лода с Скайрос Мейджем Айсайсайсу тоже, в принципе, должны объяснять Джаггернаут, вот этот суппорт Джаггернаут Это вообще забей Я не понимаю, что это за фигня В смысле, для пуш? Потенциала Да В смысле, смотри, он может крутиться Понимаешь, когда Муши доняет крипа Которого бьет кунка с Тайт Брингером Намыленым Но это уже, в принципе, плохо Да, прикольно, кстати, анимация Сформа У Муши Да, это то самое платье дает эту самую анимацию Сейчас еще посмотрю Сейчас еще посмотрю Давай, Муши Не хочет, не хочет анимацию с ворумом не показывать Ну да ладно На линиях все спокойно И на них будет все спокойно Почему? Потому что линии все очень опасные Значит, герои, которые будут на них стоять Они не пытаются отрезали Они не пытаются отрезали И надо улетать на таймбуке Уже пройти к ману Пуходит пешком Угу, так Что там у нас? Да, там совсем скоро должна будет начаться игра Navi Empire Так что, естественно, вы все свалите туда И... Попутного вам ветра Попутного вам ветра, да Не, в любом случае, эта каточка, я тоже думаю, будет весьма-весьма интересной Но там заруба будет лютейшая И все там, друзьяшки, товарищи будут играть друг против друга за бешеные бабки Это всегда интересно Смотри, я вас на хосте Да, 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 да Тут сейчас есть изершок СВО СВО не подозревает, что тут сейчас диверсия в спину будет происходить Диверсия пошла ММА, изершок цепляет, мушет Задувает, а тут ЕГЭМ Опа, борозда И все, борозда ведь Борозда гангу пришла Борозда гангу пришла А все из-за чего? Из-за того, что кто-то слишком далеко ходит Ладем, ну, у него, скажем... Тем временем на ботами Айсайсайс, у него сосут очень много Таймволк улетает Мало остается здоровья очень у него Ну, нормально, у него фласочка есть Он сейчас до флоу в состояниях и повернется Так что все более-менее окай И... так Куши Точнее, С4 вот после такого выхода в своем направлении Вроде оправился немного Ну, и вообще, отлично сыграл ЕС Очень четкое понимание, да, ситуации Хорошо оказался в нужном месте, в нужное время За что, естественно, ему отдельный респект и уважуха Так, тут... Теперь, как только я похвалил ЕГЭМу Он, естественно, напортачил Червис! Да, червлю, червлю Ланэм, например, тут потрясающе Крутится вокруг волков При этом Он, типа, их отводит Пропускает полторы секунды Крутилки мимо волков И у волков остается по 50 По 100 хп Которые он, в принципе, убить сейчас не может То есть, естественно, все очень плохо Понимаешь? Когда у тебя на четвертой минуте 0-0 по крипам Плохо, когда ты играешь на Джаггернаути с упортом Вот это плохо И тебя в лес справляют в соло Вот это реально плохо Вот что я тебе хочу сказать А у него, понимаешь, у него еще запак со смоком Кларити поушеном и обсервером ордами То есть, у него ни с наут шилда Ни какого-то регена Вот он тапки себе принес, чтобы быстрее наваливать оттуда Ну, если бы не тапки, ему бы уже... Ему бы уже тапки были, реально Ему бы еще там тролль закинул лишнюю тычку Так, у нас там в миде очень серьезные проблемы у С4 Но очередная фиссура решает вопросы Ну, подходит шейкер и тебе такой А плюху по щеке просто фиссурой Проблемы? По щеке-то ты видел бревно? Там как бы нельзя попасть по щеке Ты либо по всей голове бьешь, либо никак По всему телу, ты хотел сказать, да? Ну да Так, ну в любом случае, Муша уходит у нас с мида Боттл сейчас пополнит, все дела Телепорт у него есть Вернется он на линию Немножко совсем он там пропустит И для него это больше хорошо, чем плохо Потому что тут его уже поджидает Скайросмейдж И ЕГМ там тоже недалеко тусуется Что можно было встрять, если бы пойти дальше на линию Нет, это джиггернал Божественный джиггернал Ага, тут еще стаки пошли Нормально, что, 5 минут Он поставит все хилингвард и закрутит их Ну да Не, понимаешь, что хилингвард и закрутит, стоит 200 маны У него на пул 221 Че ему потом делать? Ну а че, потом опять стакать? Не-е-е-е Закрутит... Ну, хорошо, у Айсайсайса все гораздо лучше Да, закрутит, 400 урона закрутит просто ланэм А у крипов, чтобы ты понимал, тут 1100 хп Два раза закрутит Дэ? У него же клави есть Джейниус! Джейниус! Ну на это просто очень много времени уходит Вот что главное про мне Вот что я хочу сказать Потому что неудобно так стоять джиггернал Там, как по мне Да, у Айсайсайса все очень плохо Вот эта утка, да, выходящая из своего изи лейна С лицом Айсайса Но зато у Бернинга все очень-очень даже хорошо 36 на 15 у Бернинга крипстат Он там Тайтхантеру просто... Я тебе сказал, что ему нужен рейнджовый герой Мы посмотрим, как Бернинг будет бить еще на рейнджовом герое Может он будет там стараться аурой цеплять пацанов Очень пассивкой, пассивкой Айсайсайс Ну что это за недоведенная анимация Вдруг бы башек прошел Азарт бы появился Пошел бы отдался под вышечку Как не мужик, ей-богу Ладно Седьмая минута пошла Игра достаточно спокойная Как мы видим И ничего толком не происходит Как я уже говорил, по одной простой причине Потому что слишком опасно встревать Если встряни, что это будет уже конкретный такой Ты понимаешь, что у Джайгера отняли все, что он стакал? Я не знаю, это какая-то дедовщина в команде реальная Он 6 минут потел, отводил кентавров с ролей Пацаны, за мной Он через 53 секунды опять Пацаны, за мной Приходит профетка С шадоу-шаманом все забираются Спасибо, братюнь Он такой Ничего, все хорошо, я еще постакаю И слеза, знаешь, скатилась Опять меня кинули Каждый раз так Каждый раз одну и ту же А вот этот Бернинг, который ей бьет Ему постоянно дают крипов бить Смотри, Бернинг тут еще и мансит Бернинг не понимает вообще, где находится С4 Бернинг не понимает, где находится ЕГМ И он стоит у себя под вышкой Почему? Правильно Потому что у Бернинга нету вижена Вообще нигде в верхней части карты У Бернинга нету глазок? Да, у Бернинга нету глазок, все верно Так, Ланэм С Клорити Пушном, со своим Кстати, ЕГМ он тут накрутить, в принципе, может Да, вот он подошел и пошел крутить ЕГМу Вот она мощь Кисурина Это все... Верни! Ой, да ладно, успевай! Э, С4 сейчас просто продал своего шейкера Я тебе отвечаю Ну, а что? Он же мог вернуть, правильно? Не факт В смысле? А там всего секунда, он как нажал, так и вернул Ты что, прикалываешь, что он там 5 шагов сделал? Он просто ждал реально, когда тот ткнет И он его типа, иди сюда и уходи И типа, сори, сори, братю, не получилось, да? Не, ну возможно, возможно, ты прав Там, смотри, сейчас будет атака на Тайтхантера на топ Вард стоит, весьма агрессивный Видят Мирала Бульдога, выходит, да Выходит в лужае Ты видишь интересную раскачку у Муша? У него нет экзорцизма на сену грудь Ну, он типа, харасящий такой Дэст Профит Вот сейчас, например, будет харасить куньку В время как кунька убивает его тиммейта Смотри, смотри, смотри Подойди, подойди, под тычечку, ну же Ой, да ладно, там просто Бороза Не, черти, не жданчик Ты понимаешь, ты бежишь, никого не трогаешь И тут перед тобой вот эта вот Пощека с этой фиссурой просто Пощека? Да, она такая борозда пришла Кстати, можно Айс Айс Айса поздравить с первым крипом? Девятая минута, Грацули Мне это напоминает хвоста на антимаге Да, да, в медле Я помню этот матч Смотрел он ночь, ваа Болел, смотрел, надеялся, верил Очень болел Да Сразу же таймлапс и ушел Ну, не знаю, для ДК как-то вяленькое начало, как по мне Хотя по нигам это не особо Вайпер неплохой, и в Муши тоже очень нехорошие Вайпер ок, вайпер ок Ну а че, у Муши 51 крип, тоже очень все хорошо Ну, возможно, ты прав, возможно, ты прав Посмотрим, что будет происходить в тимфайтах Вот это немаловажный вопрос такой Не, в принципе, ой, что-то шаман в миде забирает Скайрос Мейджа Который там, видимо, Экспу пытался плачать Но он пытался добрать этот самый шестой уровень Вот он, эксорцизмик, на топе, вышечка Поп-поп-поп-поп Муши понимают, что происходит, надо текать Да, и ушку буду донать Но это не суть важно Да, конечно, денег чуть меньше зарабатываешь Но, скажем, тактическое преимущество Оно тоже всегда приятно Ого, ай, сломанул фармить Или что, я не знаю, как крест работает Я знаю, я смотрел время, которое поменяли как давно Дело не поменяли, он может, типа, поставить крест и тут же его вернуть на это место Не, ну это понятно А он сдал сделать, я не знаю, шагов в 6 своего шейкера, пнуть и потом, типа, он по таймингу вернулся Может, ему шейкер бабок должен? Вот если только, я не знаю Других объяснений и логично Давно не отдает, например С первой интернешнл С первой интернешнл, например, да Ну, какого? С прошлого С прошлого, да Так, ставится очередной хилингвард И начинается С вотевой ручки Как я про это и говорил Саппорт джиггернаут из лесу имеет поинт-пустер и 6 уровень Воид с изилайна имеет 5 уровень Нет, джиггернаут там вроде неплохо побегал Так-то А к тобой тут тоже никто не мешал побегать Вообще, да Правда, джиггернаут немножко тут стормозил и не смог забрать вышку Забрал вышку, у него уже половина аганима была, например В принципе, такой вот джиггернаут с аганимом быстрый Давай корабли Пошел Бухта до... Бухта заждалась? Бухта заждалась Пора принять пару кораблей Ну смотри, вот сейчас, если забайтит на себя адмирал бульдог Это будет очень грамотно Давай, если там никого нет, ныряй Вот, пошла, смотри, смотри Опа-опа-опа Телепортики Крестик, крестик С4 такой говорит Гуддей, сорт Разметил, кстати, урон занял ровно 0 здоровья у Бёрнинга Но 100 мистик фэр, я смотрю, чуть лучше его валит Еще и корабль в бухту, отличнейший корабль ТС-4 И Хилингвард, текай Да Да ну его, бегом оттуда Кстати, у меня тоже нет ножек Но он ездит Но, видишь, он более мобильный, чем Бёрнинг Да, и потрачено Хилингвард потрачено Блин, почему мой Хилингвард не добавили? Он круче, чем этот Что за фигня? Ну ладно Не будем наболевшим Тринадцатый минут Тут, смотри, смотри, смотри Ой-ой-ой, Ланэм С ММАМ, с вардами урасты Что-то задумали Есть у меня слэш ЕГМ, поворот не туда, это называется Чух, чух, чух Ну, да Ланэм там старался, потел, бил ММА Говорит, ну Молодец, товарищ Спасибо, товарищ Дефибриллятором просто Шваркнул Победному Шейкеру Не, ну Шейкер точно не ожидал Такой подставы Что вот там может находиться Джиггернаут Да, конечно, не ожидал Кто-то ожидает, что в своем лесу На тринадцатой минуте Сей Джиггернаут Срастет А у Джиггернаута, между прочим Блин, все супер хорошо Оказывается Это Джиггернаут Который Имеет денег Сейчас посмотрим Сколько Джиггернаут Имеет денег Столько же, сколько Тайтхантер, например Да, и сейчас у него будет Пошла жара Смотри, оп, оп, оп Формирует, формирует Да, и у него уже вот Больше, чем половина анима Смотри, смотри А если стоит улететь Если сейчас цепануть, нет Ай-4 кулдаун был на кресте Поэтому он не смог его использовать Естественно Естественно Ну и перетяжка От альянс в мид Ой, в мид Вниз И внизу Не будут, видимо, дефить ДК Да, там стоит Хеленфард У них самих Они особо, видимо, не парятся По поводу своей Т-1 вышки И вообще, что по вышкам Только один Тауэр забрали Парни из альянса Это будет второй Если он, конечно же, будет И, в случае, потеряли они уже Три стоения Рисковали потерять четвертое Но вовремя, кажется, перетянулись Хотя Может быть, сейчас ДК здесь додавят Да, и ДК, скорее всего, будут додавливать Подходит Муши У Муши, правда, экзорцизма нет Но у него уже готов Еул Вот он А был бы Еул Есть Еул Купол Отличный просто У Муши процесс атака А так он лоды все равно погибли Какой же потрясающий купол Лоду убивает С4 добить там не смогли Но пока что просто слишком мало урона Еще у команды ДК Для того, чтобы Вытворять подобные вещи Ланем уводил на себя прицел Пока там разбирали вышку И вот пока эту вышку Там по кирпичику демонтировали А, еще и заденали Альянс Ну вот когда несколько вышек Денается Это, конечно, уже серьезный Достаточно удар по экономике Вроде бы ты что-то и сделал А вроде толку от этого Не слишком много И как мы видим Действительно Вот преимущество по товарам Значительное В целых Четыре вышки преимущества У ребят из ДК А преимущество по деньгам Всего 2500 Учитывая то, что Количество фрагов одинаковое Ну и все остальное Там плюс-минус Кунка Марабаны Скайрос Мейдж Прокан Буци И даггеру Тайтхантера Вот что с лицом Ого, да-да У него что-то с лицом Вот что с лицом Вот что с лицом Реально Не знаю Это татуированное Недоразумение Дорнинг, парнинг Есть Мека Есть ПТ-шечка Девятый Уровень Все неплохо Но тут муша Муша царит Просто у него 6300 Метворса И с собой Дабл дэмэдж Совсем скоро Будет второй Экзорцизм Уже Ну вот Альянс, видимо Не покидает надежды На то, чтобы забрать Вышку внизу Хотят, видимо, халявных Бабосиков Но Тем временем Идет перетяжка в центр Да, есть Эхослайма Егэмо Егэмо Вообще все На готове Подходит Адмирал Бульдог И Все оттуда Просто ретируются Да, ММА Конечно Отсюда уже Никуда не уйдет Его забирают Смотрела Тут Смогли ли кого-то Заблокировать Ребята Потому что Судьба Шадоу Шамана Уже была Предрешена И 4-6 Альянс Сделает минус И при всем При этом Кстати, Айс 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 Продолжает нас Подфармливать Хотя у него Творс не самый Высокий Всего 4000 На 17-й минуте Действительно Немного Хотя Не так мало Как могло бы быть В фурии Отличная фиссура От Шейкера Великолепная Чем-то Айс Шарда Мне допминает Да, да, да Что-то есть В этом Муши Текать Муши успел Кстати Отсюда Утекнуть Да, Муши Террионады БКБ Надо БКБ Обязательно Джаггернаут Несмотря на то, что он На хосте Может, наверное И поплатиться За свою дерзость Хотя у Джаггернаута Блин Через 450 золота Будет Аганим Это же вообще Забей Джаггернаут БКБ Ну да Он же на хосте Варианты, что шейки В другой команде Братрума тоже в носке Да Хотя, петери на его шапку Он реально БК Он реально БК У него РОГА есть И изо рта тоже РОГА торчат Ну, знатный БК Такой-то Чересчур БК Так, ну а БОЙТ у нас Сыграет БОМ Слушай У меня есть Хорошие новости Для Альянса Плохие Хорошие новости То, что у них Все вроде норм Плохие новости То, что у ДК Все намного лучше Не, ну то, что Войт фармит Это не есть хорошо Не все время На то, что первую часть игры Он простоял полностью В ноль Ну, у него там Плотная такая Соссямба была И из этой Соссямбы Войт благополучно выбирается Реально Как только он соберет МОМ Он вообще Может себе Больше ни в чем Не отказывать И у третий таймлок Это Войт именно такой Скажем Ол иновый Который залетел Надавал лещи Под хроносферой Ли уже не надавал Ланэм Ланэм и есть ульта Но он не хочет ее тратить Видимо до аганима Он открутил кружу Ну, сейчас там Баттлфюре Ну, Войт сейчас тоже Маску бы гадил Ну, Войт, а маска Какого-то осьминога Ой-ой-ой-ой-ой Ну, правда, к нему добраться Нереально просто Понимаешь? Он там в такой Глуши Глуши, да Я тоже хотел Слово сказать С другой буквы Начиналось, но Ну, тоже короткая Да Очень Нераздо короче Глуши Так, и Бёрнинг Бёрнинг у нас Что, БКБшечка, наверное Ну, да, там Шейкер, Тайдхантер Скайрос Мейдж Нужно избегать Раскаста Подобных героев Ооо Очередная попытка Принятия Сайса Вот Ланэму не хватает Совсем чуть-чуть До аганима Ну, капает, капает Он очень не хочет сейчас Погибать Поэтому он просто стал в лесу Ну, и Мум прилетает к Сайсайсу Погоноооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо сильно лода да ну и как мы видим вообще по графикам да общее преимущество пока что не особо сильно меняется вот как он был на отметке 2000 так она по-прежнему остается на стороне команды дк хорошо это неплохо но если смотреть на лейт то проблемой сессии скаются айлансом стоит крест миссия player айсайсайс так вот в лейте в теории вообще без шансов должны разваливать дк потому что будет вайпер джиггернаут из три героя которые реально там могут камни на камень не оставить но я аж свои орнингова цепануть будет ли крест есть крест пошел торрент пошел корабль бёрнинг мансит есть мека выживет скорее выходит ммай и тут проблемы огромные наверное вырисуются ммай прыгал а бёрнинг бежит еще один газ в спину кто-нибудь спасите бёрнинга это он примерно также кричит я думаю ммай сначала откликнулся на его зов потом посмотрел сколько там людей идет грит а там т3 или ты конечно дружание минус егэм мой хороший 3 ну как ты 3 что ты 3 3 снесли билотовая на этом все закончилось а вот планом ладом тоже нормально вешали ой и замедление по муши сырье байт на хелен кварт который мансит тем временем опять погибает твой с тем временем а войд под мамом погибает если что по драйвейджа убил и надо юзать туда пока бы купил и не нажимать же я смогу драка началась как фокусят нажимаешь мам пугай распугиваешь людей 3 бежишь и раз в таверну играет это не ты начинаешь же придираться быстрее быстрее бьешь быстрее быстрее на муши бакаба себе только что-то собрал да вот это конечно отсутствие нормальных тимфайтов не знаем сложно толком сказать кто сейчас сильнее на сколько я тебе могу сказать дк на 3000 по золоту и насчет а как то будет видно в драке вот начнем с этого я тебе рассказываю запрыгивает войд нажимает мам это 2000 ахахахаха они сразу ходят таверну то есть минус две тысячи в драке пойдет на самом деле типа если он бьет то не факт если его бьют то скорее всего гб вот смог это соточка я просто на самом-то деле у ребят из дк появляется несколько бкб на основных героях это естественно бкб на баньше и бкб на вайпере которая тоже не заставить себя долго ждать и джаггернауту бкб нафиг не нужно он и так фигня не уязвила пошел экзорцизм смотри сейчас будет купол по троим оп экзорцизмик задувочка отличные варты муши наваливает минусы спор и планом кругу прогоняют основных людей дарит она и лоду ой и как же хорошо это его поднимает сейчас муши адмирала бульдога но и вы если это сайса и сайса и сайса и так как я говорил он работает по-разному как поставишь купить сейчас все получилось и можно было принципе его не поставить это минус 2 тысячи получается хорошо хорошо сейчас вот видишь они бустанулись с двух тысяч до пяти все очень просто один купол на трех человек и все решено разор еще докупать себя гоним но вот все равно пока башки очень сильно контрят сейчас альянс потому что ну что они могут сделать сквозь бкб какого-то сильного борст дэмэджа он есть но опять же бкб он не бьет у них все что пробивает бкб у них нет такого них есть какой-то там бафчик на себя виде корабля и все и высасывал к урон от разора на этом все интересные свойства героев команды альянс заканчиваются при наличии бкб у противника муши не контрится реально экзорцизм не контрится ничем гост надо покупать а купишь гост тебе раста лицо откусит и не ну на самом деле такое типа раста я не стал бы хорошо а сварм тоже нормально по госту заедет окей но если тебя будет разматывать экзорцизм то ты предпочтешь получить просто там 400 урона в лицо вместо того чтобы отъехать получить полторы тысячи в лицо ловят бёрнинга бёрнинг спасите бёрнинга бёрнинг монтик нет уже слишком много урона подхнули тимуринг тоже отмансил дучка забила хватит продавать вайпера это к добру не приведет мы не доверять после прошлого матча как считаешь это может быть такое можно вполне я после прошлого матча так ну в общем начинает носить смотри пошел дар сезон ага о нормально но на самом деле тут серьезная такая да не за то ли развод то ли просто так чуть-чуть не доиграли потому что большая профукала экзорцизм хайграунда толком не подошли и все пошел кул даун кул даун там вроде не слишком большой ну что 15 секунд не маленький скажу мне это чало это свой свой не догонит банджу на трилах там каких-нибудь но она с визами включенными там тоже немало спит а вот у нас 4 смотри он ее видит и сейчас будет сажать ее он ее сажает торрент и ул отлично надо просто убегать продукт экзорцизм и нет пкб и тп как муравей перебежал не ну выглядело жутко забавно возможно это просто нас уже совсем начинает плавить мы держимся попу 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 сейчас скроется вскрывается переводил встрою ланым здравствуйте товарищи спорте ясер шок разрубайла но точил я свой топор головяшек полон двор такой озвучку джиггернаут это аксона озвучка будет реально ой в цири врыв от освета с симулирует это просто слогал фиссурина юл экзорцизм воин кстати хорошая фиссура муж очень долго в результате облегает но ммай догнал и вайпер догнал и вообще все его догнали два лоду но тут отличный враг от адмирала бульдога и еще и мистик флеер на мистик флеер на много человеков поделился на самом деле тут такой развал сейчас происходит айс 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 поймал но у нее таймлок будет еще 7 секунд он пойдет до конца за акио аки нифига нет так и башни проходит уже тогда как вот все наконец-то таймлок и это минус 1 минус 4 отдыхать минус и уже рожан уже рожан падает через 10 секунд будет арканы через 10 секунд да рожанчик конечно это очень приятный момент для дихий скажешь а денег-то у них сколько это же просто забили уже семь с половиной тысяч я и учитывая и как же хорошо прыгает 4 просто офигительное вообще чувство всей этой ситуации да ну и естественно вар чуть-чуть помог этим ребятам но даггер на джиггернауте как мы видим штука весьма полезная даггер шадошаман даггер джиггернаут эти два суппорта который сейчас просто выносят ногами вперед ребят за lines это нечто мой меч голова с плеч ты смотрю там уже записываешь из чата в блокнотик фраза старая посолить чатик помогает вообще всеми возможными способами то что зафармить это конечно что то что тоже бкб наверное летит давай сайсайса уже бкб блин да ты только посмотри что это за айтемы бешеный артефакт на самом-то деле у трех основных героев теперь есть блэкинг бары тут вообще плевать на кунку на skyros мейджа на тайт хантера на шейкера это разора им на всю команду плевать буквально смысле что собирает профитка я вижу не ультимейт торп это хекс скорее всего это хекс да штука весьма полезная всяких разоров устанавливать кунку ту же ту же того же так статью джиггернаута есть прикольная особенность механики ульта то что если ты прыгаешь в ульте на одном и понимаешь что типа ты его уже как бы убил ты блинкаешься к другой цели и продолжаешь прыгать на ней да есть такая штука вот есть такая штуковина не знаю будет ли юзача слоны мне интересно он обычно именно инициирует блинка и потом естественно он уже не может его использовать экзорцизм варды тавар рассыпаться будет достаточно быстро а пол тавара уже сбили дёрнинг ультимейт дёрнинга отрезали и хроносфера отличная хроносфера попадает по двоим дайт хантер ревейджирует пытается спасти ситуацию на но там просто пачка бкб и не погибает куча его забрали честный плеер очень быстро айс 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 нужно упрыгивать отсюда айс 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 упрыгнул чуть подальше чем планировал это вот да действительно то чем мы тогда вспоминали нападает на берлинга какая фиссуре он еще и муши по лицу дал там байбэк пошел от джаггернаута и а джаггернаут я не только не потратил лол я бы на месте шейкера сейчас бежал дальше чем видел да и он так и делает он просто блинкается в неизвестность пытается сбежать отсюда что там по кулдауном кулдаун минута кулдаун 7 секунд убернинга на его вайпер страйке 3000 убернинга на руках но он собери ты что нибудь дружище аниму возможно возможно и вот все байбэк сделан и вы прибежал я готов выковать байбэк с джаггернаут он здесь не оправдан ну как бы он выкупился отлично потратил ему денег фарма не получил тело пони сделали заходить без экзорцизма они все равно не будут а это еще 25 секунд он выриснулся вместе с вайдом я же о чем то есть это было совсем не обязательно и тратить там 800 золота 800 золота это как бы не шуточки для суппорта тем более что он ему по сути еще есть там что собирать аганим для джаггернаута не предел так же как и даггер аганим и на пол 4 секунды можно врываться так все все готово есть вы не есть хекс есть вообще все что только можно пожелать есть парам с даггером той и вот на него наверное стоит сейчас просто брать и прыгать вот он пошел экзорцизм ммай ныряет сразу же идет отрезка от егэма видимо это есть какая отличная хроносфера и джаггернаут это просто развал бульдог сейчас бесполезенную 30 секунд нету падает первые первая сторона уже отвалилась да погиб раз но он свою миссию сделал поставить и варды минус бараки все надо отходить надо отходить уже с высоты птичьего полета намного лучше видно что происходит так то мы с тобой обычно два криворуких и кривоглазых все пропускали а так поставил вообще камеру даже может не двигать не нас нам с тобой все равно есть вероятность того что мы что-то пропустим это понятное дело все-таки на стороне работа нечего по-другому не берут вот именно у нас нам на критерий выйдет такая зарплата ну да так в принципе и есть кстати почти уже аганиму бернинг у него есть аегис можно попробовать еще раз зайти и разменять его он первый спокойно может залетать на хайграунд впитывать себя уйму дэмэджа и уже потом экзорцизм все дела погнали сейчас скорее все так и буду делать сейчас буду просто подходить наглую опять же прессовать так же как и в прошлый раз и если воид ворвется еще хотя бы разочек также качественно как это было сейчас или даже лучше я не знаю что может быть лучше поймала двух ватных персонажей которых джиггернаут соло без каких-либо проблем разобрал джиггернаут там еще и диффуза собирает вот такой вот джиггернаут интересный ну а почему нет много дэмэджа плюс может поймать любого такое да ситуация кстати снимают ли диффуза крест вряд ли наверное и я не уверен за хейс на тхекс они например снимают да это та 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 да та 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 вопрос задает Виктор из Суток то снимает ли дефуза крест функи время пошло да не знаю хекс точно знаю снимают, но хекса у альянса вроде ткеты не намечается в этой игре то А, там гост у Розора, лол, мы не посмотрели. Просто у Розора гост, и вот, собственно говоря, вот этот гост сейчас будут снимать. Я угадал ответ? Не снимают, говорит. Отвечает Максим Поташов. Нет, как это по плаву на экране происходит. Говорят, не снимают, ну, значит, не снимают, все. Я же говорю, тут гост, просто, уходят в чат. Уходят ко мне, она, я, вот, я говорю, гост, гост. Как пофиг на твой хост, гост, мне интересно было, снимают ли они крест. Ну ладно, уговорил. Так, у Кунки тем временем Кристалис. Айсайсайс, я заметил вот этих вот экшентов фармить просто по кулдауну. Пришел вот сюда, вот прыгнул на этот спот, подбежал, так, в Крису, забрал всю эту фигню, и обратно упрыгнул отсюда. И нормально себя чувствует, айсайсайс. Две тысячи денег у него, например, есть, он тут топориком решил лес вырубить. Ну тут реально стоит и по кулдауну просто топориком рубит деревья. Я пытался выйти оттуда, не хотел тратить манну. Так, тут засада. Кстати, очень лютая засада, она ведь реально может сработать. По крайней мере, лоду уже увидели. Убьют лоду, воевать вообще будет некем. Сыри, засада. Реально. Там засаживают. Там реально засаживают, и я же о чем? Что там, Порошан? Засада именно от этого слова, что вам засадят, если вы туда попадете. Да, затишье. Затишье у нас перед бурей. Надо, чтобы крипы на ботами подпушили чуть-чуть, они смогут зайти, но они не хотят палиться. Они не хотят палиться, они хотят... Да, прикол в том, что крипы как раз там сейчас и пушат. Там три ранжовых крипа, там катапульта, крипы рано или поздно дойдут. О, подставляется лоду. Его спалили. Сейчас будет... Подставляется не только лоду, подставляется еще и С4. Будет купол, нет? Я думаю, лоду сейчас просто разорвут. Я вот сейчас пытаюсь. Смотри, смотри, как забавно это выглядит. Из космоса. Вот отделяет ребят буквально вот эта вот фигурка. Провал вот этот, каньон. Каньон, Гранд Каньон. Все спалились. У них, видимо, терпение оборвалось просто. Смогли они так долго. Наблюдать за тем, что команда противника фармит. Это же Бернинг. Стоит, говорит, там пацаны, там крипы умирают. Там умирают крипы. Что же мы делаем? Поделяй, Сайсай, а он не туда залетел немного. Вот это реально был поворот не туда, слушай. Это был прыжок не туда. Вот такой вот прыжок не туда. Это все прыжком прыжок. Прям вот, вот реально. Ладно, муж все равно полетел крипов фармить. Теперь он полетел крипов фармить. Понятно, где о чем там делать? Не, ну то же само собой разумеющееся. Шиво. Ну там слишком много БКБ, шиво тут особо толку много не принесет. Выйду надо 30 секунд выжидать драться без БКБ и ставить купол смысла не имеет. Диффуза. Да, стоит Рошан. И из-за этого Рошана сейчас очень сильно хотят подраться парни из ДК. И парни из Альянс, видимо, подраться там не очень сильно хотят. Они уходят в глубокую защиту. Ну, если они дадут сейчас Рошана, и его заберет Банша. Она, скорее всего, и будет его забирать. Хотя, возможно, это будет и Хойт, или Вайпер. Слишком много демо для возможности обвинять. Не мелько есть. Так, ну вот подходит Муши. Лан Эм. Нету пока что Айс Айс Айса рядышком. Где Айс Айс Айс? Вот он. Вот он пришел. Держит рейндж между собой. Команда Лайнс, кроме вот этого момента. Если бы сейчас вырвался, это было бы просто... Смотри, смотри, смотри. Заюзали Смоук и будут подниматься на Хайграунд. Тут Айс 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 спрятался в углу. Как же он заныкался. Вот, поливо, поливо, поливо! Айс ныряет! Хроносфера по двоим. Тут же Адмирал Бульдог. Адмирал Бульдог понимает, что его ульта бесполезна. Бульдога зафокусит. Да, Рэвидж пошел. Муши все-таки он хоть как-то попал. Корабль. Лан Эм. Ультимейт пошел. Попадает в Капгасту. Бульдог. Бульдог избривают. Да, Бульдог избривают. ММА запрыгнул. Тут же сбивают с Айлансом. Лан Эм бегает. Минус. Шейкер. Шейкер отлично. Отлично вошел. Лан Эм еле живой. Роняют гему. Егема проблемы. Егема сбривает. Экзорцизм. Идут дальше. Лота. Вайпер расстреливает. Вайпер расстреливает. Вайпер не должен отпускать. Вайпер, что ты делаешь? Вайпер! Бёрнинг, ну боже ж ты мой. Что ты вообще вытворяешь? Не, понятно, что он там гемы подбирал. Еще что-то подбирал. Но просто пойди убей Разора. Просто пойди поубивай всю эту вообще ребятень. Слушай, два в три. В чем-то теряли только, грубо говоря, двух саппортов. Ну ладно, саппорты и ухлаймеры. Кстати, а вот диффуза штука ведь тут реально полезная. Потому что только что огромная пачка гастов. И Джиггернаут прыгал вообще без толку. По всей этой гапше. Там не гастов, там Эзериал уже. Ну Эзериал. Он только-только его, кстати, купил. Вот во время драки прям появилась эта табличка. Просто Вайпер там через райт-клик мог реально поубивать вообще всех. Там были все очень коцаны. У него Назертоксин добавляет огромное количество дамаги. Скажет и будет собирать. Их сильно бит. Профетка. Блядь, знаю. Ну я тоже считаю, что это не самый лучший айтем. Так, ну и тут очередной палево. Пытаются забрать. Так, да, на Майл чру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ранееет гем. кастерма ваши нет а оки sky в 1 саши падает тир 2 натопим дк я думаю это нормальный размер рошан на вышку есть уже минус сторона в теории т2 нет они могут идти через виду вот этот звездный патруль ладым и бёрнет который убивает рошана в несколько раз быстрее чем вайпер интересное решение и вот отдать который не хочет драться вообще да 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 я типа не понимаю у него боязнь что ли драк или чем это связано причем на любом герой а практически на любом персонаже у него встречается вот такой вот комплекс он просто не хочет таки война я понимаю что можно далеко влезть там и после этого не там не выжить но блин бывает много ситуаций когда только из-за того что ты не сделал пару шагов в сторону противника ты проигрываешь сражение особенно если ты на каком-нибудь вайпере играешь потому что это один из самых вообще цепляющих героев в игре заходить на хэгграунд лан м с даггера есть ультимейт шнадцатый уровень третьем уровне адмира бульдог пайпер страйк ты какую откусывает про так и я о чем у меня кажется бернет не в курсе что он такое количество дамаги выдает даже несмотря на то что атаки не так много 124 родное за счет всяких едов и пассивок отлетают просто бешеные куски да 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 так и есть так залетает очередной вайпер страйк ну лода там немного успеет насосать 28 дамеджа это вообще фигня и вот сейчас может воспользоваться тем что нет статик линка запрыгнуть пошел экзарцизм вардах у расчета кстати была только что плохая позиция надо прыгать на ЕСа надо прыгать на него вот просто YYF вот точнее не YYF ланэф проживает пкб у лода огромные проблемы лода в тиксе получает сэннс отличный купол по троим опять держит джаггернау должен уже сюда подойти давно да ладно лода там как то выжил нет лода все таки погибается а ходит сюда адмирал бульдог лода делает байбэк адмирал бульдог в ветрах забрали там только что войда проблему адмирала бульдога бёрнинг бёрнинг продолжает ему характеристи великим до сих пор так далее хп одно а двое вот чтобы убивать перед ребят это будет видеть то есть ты понимаешь что он וף о... я не понимаю в этот момент и в мони Peders как бы я не верю на komen Фиссуры сейчас очень пытались как-то грамотно мальтить ДК, но нету шейкера, нет фиссуры. Я слышал такую народную мудрость. Не знаю, не знаю, почему Ланэм так долго терпел. Очень осторожно играет ДК. Я вижу, когда накрыло куполом троих, я думаю, что сейчас он просто вырежет всех. Гоним третью льта, вылез с ним лицой и не выйдет. А по итогу он даже не развалитовался туда. Именно, именно. Слишком осторожно играет ДК. Из-за этого допускают огромное количество вот этих осторожных ошибок, которые бы они не допустили, если бы выиграли там против нашего с тобой Микса, например. Они просто пошли нам бить лица и выиграли бы. Думаю, мы с тобой 40 минут не продержались. Так, ну это уже другой вопрос. Скади у уши. Доедалус появляет Сукунки. Но у СФО здесь проблемы. Ему не дают бить вообще. Его фокусят очень-очень быстро и сильно. А если сейс откатился в купол, готов все ворваться. ЕГМа надо убить. Вот ставится агрессивный вард, и они знают, где ЕГМ. Они знают, где ЕГМ. Они знают, где ЕГМа. Они знают, где Аки. Просто нырнуть и забрать. Нет. Вот сейчас влететь, поставить купол на троих. Смотри, вот Берлин заходит. Сразу же закидывает яд в Аки. Атака на ЕГМа. И вот, вот, Ланэм просто ныряет на ЕГМа. Перепрыгивает на Аки. Это практически минус 2. Аки еле живой. С4 фокусят. Муши зашел в купол сам. Тут все равно экзортизм дамажит. Айсайсайс под Мэднесом. Бэктричит все, что можно. Отличный врыв от ЕГМа. ЕГМ много дэмэджа. Миссиклеер ни по кому. Ланэм отходит. Вард сломали. И тут пошел корабль. В кого он въедет? Берлинг. В сторону уже потеряли альянс. Уже остались они без стороны. Теперь уже пофиг, кого они тут убьют. Даже если они заберут сейчас всю команду ДК. Там полным ее составом. Это не будет иметь никакого значения. Скорее всего погибнет. Там ЕГМа принимают. ЕГМа очень сильно сейчас на пенале. Да, и это минус ЕГМ. Тайдхантер улетает на лоу хп. Вот он стоит на базе. Бедно пытается по тригениться. Поднимают на ветрах также Аки. И плевок с лонгрейнджа. Минус Аки. Да, минус. Летем на одном хп просто. Дерни. Бить лоду. Цепанул. Смотри, там просто нет мувспида. Так я о чем? Типа, почему не продолжить? Ну, с другой стороны, тут понятно. Тут больше приоритет сейчас идти сносить строение. И это, понимаем, ДК. Да, Марк, выкупаетесь. Муша стоит просто расстреливать. Кстати, Клинк мгновенно рвется. Муша. Экзорцизм через 40 секунд от Бульдога. Нет 70 секунд ровейджа. Драться будет очень трудно. Ставится крест, но что тут толку? По сути, да, Торен впадает по Бернигу. Ну вот, он ударил С4. И вообще Бернигу просто фиолетово. Да, он генится по 7,4 в секунду. Осталось дождать. План Эмма уже откатилась ультимейт. Нужно дождаться экзорцизма. Вардов, Раста, они примерно одинаково откатятся. Зайти и поставить это все на третью сторону. Тут даже не надо ничего придумывать. Да, главное просто подпушить немножечко фланговые, ну, остальные линии. Они и так подпушиваются, нон-стоп. Там же крипы уже сильнее, они давят линию бессферировая. Нет, таких-то можно отпушить эти стороны и пытаться сидеть там как-то в дефе. Так вот, нужно грамотно просто подпушить лайны. Ну, либо же просто выждать. Это уже зависит от того, как команда ленивая или не ленивая. И да, тогда уже можно творить отличные вещи. Можно просто давить одну линию. В то время как на базе уже будут гулять крипы. Все равно отбивать их придется рано или поздно идти. Это значит, что оборона будет ослабевать. Ну и вот в чем пойдут. Да, есть экзорцизм. Есть варды. Раста, да, очень торопится. ММА туда сейчас просто зайти и поставить. Дюйдог еще 10 секунд, Нитровейджер. Не хотят, особо ДК не торопятся. Старается вар для вижена. Альянс сейчас зажатый на базе. Не фармить ничего не могут, кроме тех клипов, которые к ним приходят. Все леса, все принадлежит ДК. Больше 15 тысяч преимуществ. Хотя на 47-й минуте это не так много. Вот рисует план Капкан сейчас Муши. Не знаю почему. Я не знаю, что это за план Капкан такой интересный. Возможно, хотят цепануть с пол убить. Да, хотят, возможно, кого-то цепануть на дефе. Но сейчас Альянс, видимо, тоже эту тему просекли и стоят. Ну, просто фишка в том, что если включить экзорцизм, поставить варды, даже если ты неудачно будешь драться, страна, скорее всего, за это время упадет. Ну да. А там трудно уже неудачно подраться. Бешеное количество преимущества просто по всему. Файтеры потерпляем. Да, там, забей, там можно просто идти уже райт-кликом. Там преимущество, мы видим, по деньгам уже более 15 тысяч золота. Хотя для 48-й минуты это вроде бы и не супер много, но это дофига. Так, нечем убивать. Банально нечем убивать команду ДК. Там у Кунки Дейдаус и... Да, там нет столько урона. Там ту же Деспрофит, у которой 2700 хп, ее убивать действительно нечем. Бёрнингу, у которого 2300, тоже убивать практически нечем. Там и Мека, и Меется. Там единственное, что стоит бояться, это если из Ариал Мистик Флейер упадет к тебе. Да, вот это будет больно, но это надо трудно... Так, подставиться. Ну что, будет Купол? Вот сейчас отличный момент, чтобы ворваться. Хорошо, Вайперстрайк. Да, Адмирала Бульдога пробивает. Упал! Отличный! Ланэм запрыгивает царская. Байбэки. Так, сейчас пытается, сейчас, сейчас кого-то... Бульдог. Понимаешь, что ультовать сейчас бессмысленно. Да, он может слонуть Бёрнинга, ультанул, Ланэма подцепил, но демэджа нет. Они ничего не уносят тут. На топе уже Муши пошел с экзорцизмом сносить сторону. И сторону он сносит. Даже на эту драку можно, в принципе, не смотреть. Бёрнинга тут убивают, не убивают. Абсолютно пофиг. Тут несут одни бараки, вторые бараки. Это мега-крепы. От этого отбиваться... Ну, я помню на своей... На своем веку буквально, там, 2-3 игры. За все, там, не знаю, 6-7 лет, сколько я этим уже занимаюсь. Да, слушай, я уже лет 6 этим занимаюсь. Ты задрел? Такой задр, вообще. Задр и нереальный. Да, так вот. И я не знаю, если Альянс сейчас смогут что-то предпринимать. Ну, блин, мы видим, они все равно не могут драться толком. Сейчас просто зайдут ДК, понажимают все свои скиллы, повызывают всех своих суммонов. Да, да. И все, и на этом игра закончится. Потому что, ну, нельзя так, ну... Ну, Муша уже 5000 имеет на руках, 2000 лан-эм, я думаю, ну, уже почти есть. Мюльниру, вайпера, не особо много денег. Просто вот крип 27 демеджа и 610 хп, и вот крип 1270 хп и 100 демеджа. И вот крипы наваливаются, они начинают просто ломать тавр. Ну, Муша помогает. Альянсом что остается? Альянсом остается идти в последний куш. Они уже не успевают. Они уже не успевают это сделать. Вот он прилетает, лода. Пытается куши тут поднапрячь. Ну, Муша БКБ, тэп аут, и все. Миди в это время поймали Адмирала Бульдога и ЕГМа. Поймал их причем один лан-эм. Ну, который вроде и неплох. Который сейчас просто тоже дультится. Если запрыгнет с дайгера, он... И две, одна... Ах, фисурка. Фисурка откидывается и... Убегает ЭГМ. Или не убегает? Да, убегает, кажется. Адмирал Бульдог зато не убегает. Да. Такое, попрыгал, попрыгал. Чуть вроде никого не подамажил толком. Лан-эм, вот это было зря. Это было очень зря. Ну, воооо! По четверым! Храносфера! И еще под экзорцизмом! Минус один, минус два, минус три! И это гуд гейм! Потрясающее завершение этого матча. Аки минус, один живой разор. Мега-крипы, лама-крон, стоят варды. ЕУ, ГГ, пишет ЕГМ. Это... Это один-четыре Альянса. Один-четыре Альянса. Один-четыре Альянса. При этом они уже отыграли треть матчей. Вау! Просто... Вау. Кто этого не ожидал? Да. Вот это реально неждан. Это реально серьезный неждан. Ну что ж. Вот такой у нас получился интересный день, друзья. Мы с вами будем, наверное, прощаться. С вами весь день работали вот эти два прекрасных, добрых человека. Светлых человека. Так, он сейчас не о нас явно. Скорее всего, не о нас. Ну, в общем, вот их контакты у вас на экранах. Это твиттера, твиттерочки. И спасибо всем за то, что вы были сегодня с нами. У нас был достаточно напряженный, интенсивный день.